Вот окончательная модель моего шлифовального станка. Вы видите, все валы стоят, подающие голова на столе, регулировочные шпильки, которые будут поднимать этот стол. Также, смотрите, у меня еще будет сверху возможность шлифовать без прижима, просто шлифовать детали. Будет стоять сверху вала металлическая пластина с прорезью, через которую вал будет. Прорезь тут условно я показал, она будет побольше. И вот идет уже деталировочка. Помните, я говорил, что мне нужно в боковых вот этих деталях вырезать отверстия, вот эти вот квадратные. Вот здесь и здесь на двух. И мне для этого нужно изготовить шаблон. Вот я его уже нарисовал, как он будет выглядеть. Этот шаблон. Буду я его делать из ламината. Будет он состоять из двух половинок. Почему из двух половинок? Потому что мне так удобнее. Смотрите, я на своей ленточной пиле могу элементарно вырезать вот эту фигуру. Вот, верхнюю. И так же на своей ленточной пиле я могу вырезать нижнюю часть. А потом их соединив и вместе мы получим общий шаблон. Ну, так как стулка у меня получается 17 миллиметров диаметром. А фрезой я буду выфрезировать вот эти отверстия шестерочкой. То разница между 17 и 6 будет 11. Вот эти вот. Мне нужно было вот это квадратное отверстие увеличить на 5,5 миллиметров по всему периоду. Вот так вот я и сделал этих. Через эти отверстия я просто закреплю эту, как говорится, этот шаблон на моей одной правой половинке. И выфрезерую эти отверстия. Потом углы прорежу. Ну, потому что здесь будет сильно радиус. Но я их немножко потом подрежу и будет у меня. Зачем я это делаю? Вы поняли, что я могу вот отложить на своей заготовке вот это расстояние. Вот, прикрепить при помощи шурупа в этот шаблон. И фрезером с копированием токой выфрезеровать эти два отверстия. То же самое я могу сделать и на другой половинке. Отложить тоже расстояние. Таким образом я обеспечиваю симметричность этих всех отверстий. Все, приступим к изготовлению этого шаблона. Так вот, я уже прорезал все четыре отверстия. Здесь два и на другой. Все четко посрединке, там где и планировалось. Хочу вот еще о чем поведать. Потихонечку я начинаю осваивать фрезер. Вот вы видите, как, даже обратите внимание, как сделана кабель. Это резина. Вот, он заходит в фрезер. Смотрите. Видите? Гибкая, тоже резиновая штука. Вставляется в пластиковую, которая по кругу вращается. Да, еще я тогда забыл сказать, что есть упор регулируемый. На какую-либо вину. Это как и везде у всех фрезеров. Единственное, что вот у меня был фрезер, вернее, он есть. Вот он стоит, старенький мой. Там, вот здесь вот у меня, где крепится вот этот штырь, сорвалась резьба. По той причине, что там металл ходил в металл и здесь. И получается, в металле плохо удерживалась эта направляющая, вот эта квадратная штырь. Вот, и получается, мне приходилось сильно доржимать. В этом случае стоит пластиковая вставка. И то легонечко, достаточно легко прижать этот вот винтик вот. Оп, и все, и никуда. Сейчас. О, и никуда она не девается. А там мне приходилось прижимать сильно, потому что по металлу скользяло. Посмотрим, конечно, как она себя покажет. Я пока еще этим не пользовался. Да, у меня здесь 6 скоростей. Вот. Значит, на больших можно работать маленькими фрезами. Чем крупнее фреза, тем меньше скорость должна. Вот. Так, ну, в общем, вот и все. Спасибо за внимание.